Мне находиться с вами вместе в особый день, когда вы отмечаете свой день рождения, может быть даже, ну, когда вы определились с этим местом, где вы вместе можете отдельно собираться, пусть Бог доставит вас. Удивительная вещь – это вера, которую Бог нам дал. Друзья мои, многие недооценили до конца, не поняли, что значит верить в Господа. Это значит быть спокойным, это значит быть свободным, это значит не переживать о многих вещах, которые гложат, сушат христиан даже, верующих людей. Место писания, которое я хочу прочесть одно, записано в Экклезиас 9,11. Непроворным дается успешный бег, нехрабрым победа, немудрым хлеб и неразумным богатства, и неискусным благорасположения, но время и случай для всех их. Время и случай. Обратите внимание, друзья мои, что время и случай, которые определяют не люди, а Господь. Время и случай, удивительные встречи и удивительные вещи происходят в нашей жизни, когда мы констатируем, смотрим, человека встретил, нужного в свое время. С этим человеком встретился, недавно я встретился с одной парой, мы не представляем, что было бы, если бы мы не встретились друг с другом на той свадьбе и на той встрече в том доме, мы полюбили друг друга, потому что это не от нас, это от Господа. Потерялись с лица, оказался в нужном месте Саул на горе, где Господь его благословил. Друзья мои, просто поверьте, что все, что вы думаете, размышляете, слаживайте свои планы, другой раз в жизни не осуществляется ваше, вы огорчены. Да верьте Богу, Господь знает, как вывести из различных искушений, испытаний, как помочь нам в самое трудное время, как поддержать нас, дать нам то, что нам нужно в свое время, в свое время и на своем месте. Недавно меня пригласили в гости в штат Каролайн и встречали. Я дал сыну, мне сказали купить билет в город Гринвилл, и я взял билет, сел в самолет и прилетел в этот город Гринвилл, Норд-Каролайна. Через короткое время, когда мы сошли с трапа самолета, я один был, я звоню друзьям, которые должны были меня встретить, они говорят, ну выходи на улицу. Вышел я на улицу, ищу их, они говорят, ну мы тебя ищем, ну где ты? Я их ищу, они ищут меня. И спрашивают, ну а на втором этаже ты уже был? Я говорю, какой второй этаж, здесь только одноэтажное здание. Он говорит, а в каком ты находишься городе? Гринвилл, Норд-Каролайна. Мы в Сауд живем, Каролайна. Тот же город Гринвилл есть и в том, и в другом штате. Целый день они ехали обратно, то есть ехали за мной, потеряли. Но с другой стороны, как можно оказаться в нужное время, но в разных местах? Можно встречать друг друга и не встретить. Поэтому Бог определяет некоторые вещи в нашей жизни. Смотрите, мудрые и неразумные девы. Они делали одно и то же, то есть масло взяли, но не вовремя. Взяли те, которые непосредственно опоздали, перед которыми была закрытая дверь. Как важно нам видеть, чувствовать, понимать, что делает Господь. Как сестра пела замечательный псалом, когда Он движется, и я двигаюсь. Когда Он говорит, и я говорю. Когда Он молчит, и я должен молчать. Знать устав, знать время, это чудесно и замечательно. В этот период времени, когда так много проблем и вопросов, хочется вам пожелать на память такое чудесное слово, которое сказал некогда Иосиф своим братьям. Не ссорьтесь по дороге. Так много проблем, и люди ссорятся. Люди решают проблемы и вопросы по-своему. А на этой дороге Он говорит, вы дети одного отца. Мы дети одного отца, друзья мои, но разных матерей, разных церквей. И у вас почерк и характер той церкви и тех церквей, откуда вы вышли. Вы знаете, у каждого, в каждой семье есть свои порядки и своя культура. И когда дети жениться, выходят замуж, каждый несет отпечаток того, что он и видел в своем доме. И безусловно, что это ни в коем случае не должно быть причиной разделения, недружелюбных отношений, бесед и ссор между людьми верующими. Поэтому Господь хотел бы, чтобы мы действительно помнили, друзья мои, что мы дети одного отца и дорожили этим духом любви Божьей, тот, который объединяет наши сердца. Я бы очень хотел, чтобы вы были дружны, любили друг друга, были всегда в простоте Христовой, наблюдали, что Господь делает сегодня. Одного человека спросили когда-то. Он подъехал, подбежал, и перед его глазами закрылась электричка, он опоздал, а другой наблюдал со стороны и говорит, молодой человек, вы плохо бежали. А он говорит, нет, я не плохо бежал, я не вовремя начал бежать. Дал бы Господь, чтобы мы вовремя, вовремя делали все, что делает Господь, напоминает наши жизни. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь еще контролирует нашу жизнь, Он направляет нас. И жизнь христианина должна быть прекрасной, удивительной, замечательной. Друзья мои, состоится то, что определил Господь в вашей жизни. Доверьтесь Богу, любите Бога, любите друг друга. Храни вас Господь, вас, вашего пастора, вашу церковь. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Никакой ад никогда не сможет одолеть врата церкви, потому что Иисус есть Господь. И мы на Него уповаем. В Нем мы имеем благословение, защиту, Божью охрану. Никакое проклятие не сможет воздействовать на народ Господень. И поэтому сегодня, когда мы говорим, что Иисус есть Господь, действительно весь ад приходит в трепет, приходит действительно в проблемы. И я очень рад, что побывали у них на братском или на членском там. Не все так у них и ладно, мне кажется. Поэтому сегодня я еще раз, уважаемые братья и сестры, возлюбленные Господом, приветствую вас. Действительно у вас огромный сегодня праздник, огромное событие. Обратите внимание, что ваше, скажем, начало церкви попадает на величайший праздник, на весенний праздник. Это праздник, все христиане называют пасхальный праздник. Иисус воскрес. И сегодня ваша церковь тоже совоскресла вместе с Иисусом. Поэтому я верю, что для вас это будет хорошее напоминание, когда будут приходить пасхальные праздники. И вы будете вспоминать, что ваша церковь также совоскресла с Иисусом. Я слушал вашего пастора, Павла, относительно такого явления, как грипп. И я не хотел бы много комментировать, но несколько слов я могу сказать. И насколько я тебя понял, ты очень сильно хотел бы ударить этого гриппа, чтобы он больше не появлялся и не мучил детей Божьих, святых Божьих. И я, слушая тебя, и вспомнил, что, оказывается, есть грипп, который можно ударить. И я думаю, у тебя очень довольно достаточно тяжелая рука. Знаете, есть такой грипп у нас, я сам из Риги, у нас человек, оказывается, есть под именем Грипп. У него фамилия Грипп. И, кстати, он пастор церкви по сегодняшний день. Я думаю, если бы он услышал тебя, то ему бы не понравилось. Но, вы знаете, на самом деле, я думаю, что пожелание, которое я хочу выразить вам, в вашей церкви, оно будет основано на евангельских принципах. И, не знаю, может быть, когда-то вы вспомните об этом пожелании. Оно записано, я думаю, непосредственно для вас. Это первое послание Коринфянам, пятнадцатая глава. Я постараюсь все очень сжато донести, чтобы всем было все понятно. Итак, пятнадцатая глава. Павел пишет, напоминаю вам, братья. И вот я, когда читаю все послания Павла, задумывался, почему Павел писал послание только братьям. Вы обратили внимание? Он почему-то не очень часто там вспоминал братья и сестры, возлюбленные. Он писал или святым, или братьям. И этот вопрос у меня задала моя супруга. И спросила, почему Павел пишет послание братьям, Галатам, Коринфянам, в Ефес. И я заглянул в словарь, четырехтонный русский академический словарь. Оказывается, здесь не идет речь о братьях. Обратите внимание, там написано без мягкого знака. Братья. Братья означает, что это группа людей, в которую входят и мужчины, и женщины, молодые, и уже старцы, и старицы, и дети. Поэтому Павел одним словом на греческом обозначил. Это церковь. Это церковь, которая одна по духу. Там, где разные категории людей. Там, где разные поколения. Вспомните, когда Израиль выходил из Египта. Амалик догонял женщин и детей. Но смотрите, что сделал Бог. Он не сказал своему народу, вы постоянно опаздываете. Вот я вам послал Амалика, чтобы наказать вас. Нет. Бог сказал однажды, я уничтожу имя Амалика из Поднебесной. Поэтому еще раз, друзья, первое вам пожелание. «Будьте семьей, будьте братьей». Это и сестры, и братья, и мужчины, и женщины, и дети, и старицы. Сохраните дух семьи. Поэтому послание написано, и я объяснил своей супруге. Не только братьям, а всей группе людей, к которым обращался Павел. Вторая мысль в этой же главе. Второе пожелание. Кстати, здесь пять пожеланий. Я постараюсь озвучить все пять. И кто-то из вас подумает, а почему не семь? Потому что семь – это полнота. А вот остальные два вы отыщите дома сами. Это будет полезно для вас. Итак, следующее слово. Братья, мы разобрали. Евангелие. Евангелие. Пусть в вашей церкви будет всегда христоцентризм. Проще. Христос в центре. Мы поклоняемся Богу через жертву Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И так здорово придумали ваши братья. Вот этот вот сигнальчик. То есть во имя Иисуса. И у них там проблемы и паника. И Иисус действительно освободил. Открыл узы темницы. И высвободил людей на свободу. То есть у них кражи происходят. У нас свобода в Боге. Поэтому, друзья, будьте семьей. И помните, что наше, скажем, как бы христианское направление действительно отождествляется христоцентризму. Иисус Христос в центре проповеди. В центре поклонения. В центре молитвенного служения. Почему я так сегодня говорю об этом? Потому что мое личное наблюдение заставляет иногда печалиться. Когда христианство ты видишь без Христа. Это проблемы. Когда христианство во Христе. Это победа. Поэтому пусть в вашей церкви очень часто будет слышно имя Господа Иисуса Христа. Ешуа хамашия. Это действительно сила. Это власть. Это прощение. Это защита от всякого проклятия. Это второе пожелание. Пусть Господь действительно позволит, чтобы в центре сердца вашего был центр только Иисус Господь. Давайте еще несколько моментов посмотрим. Я благовествовал вам, который я благовествовал вам, который вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удержите так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что есть Христос, умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию. Кстати, я уже сказал об этом. Ваша церковь совоскресла в пасхальные дни, в пасхальные дни. Пусть Господь благословит, и чтобы у вас было в памяти. Вы совоскресли. Если вы совоскресли с Иисусом, нельзя просто существовать. Совоскресши с Иисусом, можно только полноценно жить полноценной жизнью. Пусть благословит вас Господь. Еще интересная мысль. Вы знаете, здесь ниже мы читаем, что Павел говорит, Христос, когда воскрес, Он явился, Он являлся пятистам братьев. Он являлся Кифе, Он являлся другим. И Он явился Павлу. И вот смотрите, интересно здесь мысль сказана в этих же стихах. И явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев, снова братьев, в одно время, из которых большая часть даны не в живых. Какая мысль из этого следует? Если вам явился Господь лично, персонально, если у вас есть личное отношение с Иисусом, вы поныне живые и жить будете. И никто не сможет вам причинить никакого зла. Смотрите, некоторые, Павел говорит, умерли, отошли, наверное, потерпели кораблекрушение в вере. Поэтому вы живые и жить будете, потому что у вас была личная встреча с Иисусом. Последнее, пятое пожелание. Много можно говорить о прошлом. И Павел говорит следующее. Это десятый текст. Но благодатью Божию есть то, что есть. Поэтому сегодня пусть никто не осуждает вас, пусть никто не показывает пальцем ваш адрес. Вы можете смело сказать, благодатью Божию я есть то, что я есть. И пусть другие гадают, пусть морочат головы, а вы скажите, благодатью Божию я есть то, что я есть. Я прошел свои боли, свои болезни, Иисус спас меня. И благодать Его была не тщетна во мне. Да благословит вас Господь. И последнее пожелание я хочу сказать. Не думайте, что вы одни в городе. Не думайте, что вас никто не знает. Старайтесь помнить, что вас знают очень много людей, очень много церквей в этом городе. Прямо сейчас имеют вас в виду молитвенно. Не только поместная молитвенная группа. Хорошо, что Павел-то ее не отдал. Но в городе много людей, которые благословляют вашу церковь, благословляют вашего пастыря и молятся о вас. Да благословит вас Господь. Не падайте духом. Год – это хороший срок. Год – это действительно результат того, что вы уже состоялись. Поэтому пусть благодать Божия умножается. И в Писании сказано – возрастайте в благодатье. Не сидите, не стойте. Возрастайте. Да благословит Господь. Каждого из вас индивидуально. Павел, большое спасибо за приглашение. Очень приятно за божественную атмосферу в вашей церкви. Очень приятно, что имя Господа на первом месте. И Бог вас не оставит. Будете возрастать. Для Божьей славы. Спасибо. Спасибо.